Поджигатель задержан в Рудном. На днях там сгорели два новых евроконтейнера для сбора твердых бытовых отходов. Подозрения в поджоге возникли сразу же. Сотрудники городского отдела ЖКХ, на чем балансе находятся контейнеры, направили заявление в полицию. Выяснилось, что у фирмы обслужащих баки нашлась запись уличной камеры наблюдения с моментом поджога, где был запечатлен предполагаемый поджигатель. Местные участковые установили личность правонарушителя. Мужчина был найден и сознался в содеянном. Специализированным судом по административным правонарушениям мужчина за совершение административного правонарушения арестован на пять суток. Пожар произошел на территории автозаправочной станции в Кустанае. Происшествие попало в объектив камер нескольких автомобилистов. На кадрах виден густой черный дым, который поднимается с территории автозаправочной станции, расположенной на улице Маяковского, недалеко от перекрестка с улицы Хакимжановой. Как сообщили сотрудники ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило 7 февраля в 11 часов 7 минут. Через пару минут к месту вызова привели два подразделения городской пожарной части номер 5 на двух автоцистернах. Выяснилось, что на территории АЗС горел вагончик площадью 15 квадратных метров, внутри которого хранился утеплитель в упаковке. Огонь ликвидировали за 15 минут. Никто не пострадал. Причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности. Массовая авария с участием пяти машин произошла в Кустанай. Впоследствии ее на парковке возле одного из торговых центров города сняли очевидцы. Как сообщили сотрудники управления полиции, жительница Кустаная 1976 года рождения двигалась на автомобиле Хендри по проспекту Абая со стороны КЖБИ. Перекресток с улицы Баумана она проехала на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего ей пришлось уклоняться от столкновения с машиной, которая двигалась перпендикулярно ее маршруту. Водитель не справилась с управлением, выехала с проезжей части, пересекла тротуар и на парковке столкнулась с четырьмя автомобилями. Медицинское свидетельство мне показало, что женщина была трезва. Она не пострадала. В припаркованных машинах в момент столкновения никого не было. Всего по данным Кустанайской полиции 8 февраля в городе произошло 19 столкновений автомобилей. В данных дорожно-транспортных происшествиях пострадавших не имеется. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение дистанции до впереди идущего транспортного средства, нарушение правил маневрирования, а также движение задним ходом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова